А как вам входные группы? А сколько воды утекло? Обратите внимание, сколько много родителей с детьми. Отсюда даже кукурузина видна. Пылевые бури здесь. Но все равно мне здесь больше нравится. Но здесь только маршрутки ходят. Сама эконом-класса. Но на самом деле не должно, по идее, было бы такого быть. Летающие пакеты, да. К сожалению, много мусора. Здесь много леса, где можно погулять. С каждым годом здесь все грязнее и грязнее. Здесь очень мало магазинов. Чем дальше в лес, тем больше мусора. Ну, отвратительное. Гнать надо хорошенечко. Друзья, добрый день. Меня зовут Андрей Артемов. Я эксперт по недвижимости. И сегодня я вам покажу и расскажу про жилой комплекс Юнталова от застройщика Главстрой. Это самый крупный проект в Санкт-Петербурге области. На территории больше 430 гектар строят дома от 4 этажей до 22 по монолитно-кирпичной технологии. Но по некоторым домам у меня есть вопросы. К примеру, мы видим с вами монолитное перекрытие. Оно ничем не закрытое. Оно промерзает. Вот это мне не очень понятно, почему так сделал, друзья, застройщик. Кстати, вот здесь очень вкусные булочки. Здесь уже получается, знаете, такой город в городе. Вы только представьте себе площадь более 430 гектар. Это очень-очень много, друзья. Первая очередь, конечно, отличается от 4-этажных дома. Но, кстати, в этих домах есть лифт. И я считаю, это огромный плюс. Здесь уже есть и остановки общественного транспорта. Ближайшая станция метро – это беговая. И вот именно отсюда до беговой 13 километров. На машине ехать – это 15-20 минут. Автобус занимает времени, соответственно, чуть больше. А 20 минут, если вы езжаете сейчас, когда час пик – это утренние и вечерние часы. Естественно, ехать будет на порядок дольше. Подъехал 210-й автобус. И повезет как раз людей до станции метро. Конечная станция, как мы видим с вами, это Черная речка. Мы видим с вами монолитно-кирпичные дома. Остекление от застройщика. Остекление здесь, друзья, холодное. То есть лучше никогда не будут теплые, а утеплять их достаточно дорого. Впереди, где башенные краны строят 16- и 22-этажные дома, я вижу большое количество строителей. И мы сейчас вот с вами пройдем вот к этим домам и все посмотрим. Пока буду уйти, кое-что вам расскажу. После съемок обзора жилого комплекса Юнтова, через какое-то время я сделал пост и просто туда вложил эти фотографии, а пост был вообще совсем на другую тему. И начал общаться. Там подписчик мне написал как раз про нюансы жилого комплекса. Мы с ним начали общаться в директе, и он мне прислал интересную скидку. Но об этом, друзья, чуть позже. Изначально я сам много-много лет назад, это было около 6-7 лет, рассматривал этот проект для приобретения квартиры. Мне понравилось тем, что это, я помню до сих пор, что это невысотное строение, то есть до 5 этажей, и среди Юнтовского заповедника. Естественно, меня это очень сильно подкупало. И вот сейчас речь пойдет об этой ссылке. Это ссылка на сайт тех времен, как позиционировал этот проект застройщик. Внимание, слушаем. Проекты Юнтовского – это современная европейская архитектура. Друзья, если вы были в Европе, как и я, то, на мой взгляд, европейская архитектура Юнтовского – ну, не знаю, где они взяли такие проекты в Европе, но я такого, честно говоря, не припомню. Низкая плотность застройки. И много зелени внутри жилых кварталов вокруг района. Низкая плотность застройки – это 22 этажа. Вы ни о чем не путаете, ребята. И давайте читаем ниже. Проектом предусмотрена малоэтажная застройка всего 5 этажей, которая будет великолепно сочетаться с окружающей природой и живописным ландшафтом. А теперь мы открываем современный сайт сегодняшнего дня. И читаем здесь. Новый жилой район Юнтовского с преимущественно мало- и среднеэтажной застройки. То есть среднеэтажная застройка – это максимальная. Максимальная этажность на данный момент – это 22 этажа. 22 этажа – это средняя застройка, друзья. У нас где-то есть дома по 40 этажей выше. И мы застроили весь город такими высотками. У меня такой информации нет. Если оно у вас есть, обязательно напишите, откройте мне глаза на что-то новое в Санкт-Петербурге. Но и не это главное. На сайте непосредственно юнталова.дефисспб.ру есть документы, где есть договор аренды. И я начал смотреть этот договор. Открываем договор и смотрим. Договор заключен 2 марта 2007 года между начальником управления недвижимости имущества Приморского района Фарыкин Владимир Владимирович и компанией «Главстрой» застройщиком в лице Векслера Александра Борисовича. Значит, я прошел вниз. Там есть приложение, кто выиграл. Есть два участника. Это «Главстрой СПБ», который до сих пор застраивает этот квартал огромнейшую территорию. И ООО Юнталова. Ну, думаю, кто ж такой Векслер АБ. Думаю, давай-ка я загуглю. И вбиваю имя, фамилию и отчество в Google. И он мне выдает первую ссылку на РУС-профили. Руководитель «Дача-Озеро» ОО Юнталова. «Дача-Озеро» ГК «Красная площадь». Так, стоп-стоп. О Юнталова. Это же мы с вами только что видели и слышали в приложении к договору. Давайте смотреть. Есть такой ресурс «За честный бизнес». Вбиваю туда «Иннн Юнталова» из приложения, которое есть на сайте, опубликованном на сайте застройщика. Смотрю, Юнталова. Статус ликвидировано. И наносовпадает. И руководитель Векслер Александр Борисович. И мне тут стало очень интересно. Кто ж это такой за выдающийся руководитель? И мне третья ссылка показывает, что однофамилец, одноименец и одноотчественец. 7 августа коллективу ГУП «Топливоэнергетический комплекс» на Петербурге официально был представлен новый руководитель предприятия. Векслер Александр Борисович родился в 1972 году. В 1994 окончил Государственный строительный университет по специальности промышленно-гражданское хозяйство. Работал в администрации Санкт-Петербурга в должности советника-губернатора. Курировал вопросы развития городского хозяйства. Совпадение или нет? Я не знаю. Но рассказал вам то, о чем узнал сам. А теперь смотрим внимательно дальше. Ну, вы все должны понимать, за счет чего живут агенты, брокеры, эксперты и агентства недвижимости. За счет комиссионных. Комиссию платят либо застройщики, либо, соответственно, ваши клиенты. Застройщик «Главстрой» работает с агентствами недвижимости и агентами, если не ошибаюсь, с 2017 года. Поэтому, когда вы что-то слышите плохое, то вначале узнаете, работает ли застройщик с агентствами. Потому что агенту невыгодно, неинтересно вас привозить сюда, потому что вы уйдете к застройщику, он потратит время и ничего, друзья, не заработает. Но со мной другая ситуация. Я вам показываю все и показываю, и кто платит, и кто не платит. Мне они принципиально заплатят, мне за продажу застройщик, либо, соответственно, нет. И сегодня вы увидите объективный обзор этого комплекса. Вот сейчас вам покажу, какая впереди красота. Вы посмотрите, я захожу в лес. Вот здесь деревянный помост. Здесь еще отрастающего снега видна вода. Если, конечно, здесь будет водоем, было бы вообще классно. Посмотрите, как красиво. Вот именно в первую очередь эти четырехэтажные дома, там застройщик все посрубал. Но здесь, видите, оставлен вот этот вековой лес, который рос в этом заповеднике. И мы видим, что вот дома, например, ограничат прямо с лесным массивом. Это очень-очень здорово. Вот, смотрите, даже урна есть. Ну, разве, друзья, это не красота? Посмотрите, как круто. Скоро все зазеленеет, досадят, надеюсь, травку, чтобы было все зелененькое. И здесь будут бегать, играть ваши дети. Здесь тихо, свежо, хвойный аромат. Очень здорово. И вот если обратить внимание, здесь уже, видите, монолитные перекрытия, они, соответственно, уже закрыты. Ощущение, что его отштукатурили или, возможно, это утеплитель приклеили. Так тяжело сказать. Видно, что есть герметизация. И сейчас мы зайдем в какой-нибудь из этих домов и посмотрим, друзья, что там внутри. А класс энергоэффективности всего лишь С. Это самый минимальный класс, по которому можно проектировать и строить дома. Но первое, конечно, видно, что есть парковка под транспорт, велосипеды, самокаты, входная группа в уровень землей, просто широченная дверь и огромное количество стекла. Под навесом стоит скамейка, где можно посидеть и насладиться видом на помойку. Значит, здесь мы видим сразу номер подъезда, нумерация квартир, с какого по какой этаж и на каком этаже какие находятся квартиры. Это здорово. Современная у нас система доступа в дом. Сейчас мы с вами сюда зайдем. Не дождался никого, не смог пройти. Мы сейчас сюда зайдем, друзья. Бегом, 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 бегом. Ну что, входная группа в уровень землей. Широченные двери, просто широченные. Закроем. Здесь сразу тамбур, это здорово. Отсекает холодный воздух от теплого, теплый от холодного. Но при входе нас ждет сюрприз. Здесь есть ступеньки и, соответственно, не всегда удобно брать коляску с ребенком и, соответственно, поднимать наверх. Колясочная. И у нас же, кстати, здесь есть вход еще с другой стороны. Друзья, двухтарифные счетчики. Звонки за 56 рублей. То есть здесь вход с двух сторон. Вот там внизу еще находится этаж. И, соответственно, там есть один лифт, который вас поднимает вот на этот первый этаж. К сожалению, да, он сломался, видно, по циферблату. Лифт приехал, обычный пассажирский лифт. Есть зеркало. Всем привет. Два человека здесь спокойно поместятся. Самое, кстати, примечательное, что здесь уже есть рабочая школа и два детских садика, несмотря на большое обилие платных садиков. Платные садики стоят от 21 тысячи рублей, кстати, родители сказали. Не дешевое удовольствие. Поднялись мы на 13 этаж. Что-то тут делали. Строят, а ремонт делают у себя. Ну что, мы здесь видим большие цифры. 13 этаж. Понимаем, что мы тут. Выход. Это у нас выход на переходной балкон. Туда мы зайдем чуть позже. Давайте пройдем, посмотрим, что межквартирным коридором. Да, квартир, конечно, здесь большое количество. 7 квартир с одной стороны. Коридор разделен пополам дверью. И здесь у нас 1, 2, 3, 4, 5, 6, тоже 7 квартир. То есть получается 14 квартир. Но при этом, видите, как застройщик сделал интересно. Он разделил дверью. И, соответственно, чтобы это людей не так сильно напрягало. Так, пломба открыта. Пожарные рукава есть на месте. Тепло-шумоизоляция. Держится на скотче. При этом есть специальные скобы. Смотрится это, знаете, такое, что надо было чем-то зашить, закрыть. Так себе, конечно. Так, я вижу бетон. И сейчас мы измерим расстояние от пола, друзья, до потолка. 2,55. Ну, как в старых советских панельных домах. Выйдем с вами на переходной балкон. Посмотрим видовые характеристики. Посмотрим лестничный марш. Ну, друзья, конечно, вид здесь классный. Так, не под электричеством хоть. Арматуру-то могли бы убрать. Вот очень, конечно. Для чего, это вообще непонятно. Ну да, вот я, получается, как раз вот здесь стоял. То есть здесь есть вход и с той стороны. Ну вот, смотрите, что меня подкупает. Да, это зелень. Огромное количество деревьев. Есть такой, скажем, свой парк, где можно погулять. Вот она, кольцевая видна. Соседний дом. Отмечу, что здесь до соседнего дома, ну, мне кажется, метров 60. Большое достаточно расстояние. Плюс от самой дороги здесь тоже идет лесополоса. Видна кукурузина. Ну, давайте рассмотрим здесь. Кирпич. Кирпич не из дешевых. Он, видите, какой рифленый. За это все стоит денег. Строится здесь монолитный каркас с применением ригельной технологии. Вот это называется ригель. Вот он ригель. Это для усиления несущей способности монолитного перекрытия, друзья. Также мы здесь видим, что загерметизировано герметиком примыкание фасадной стены к монолитному перекрытию. И вот на первый взгляд здесь не вижу, чтобы где-то не домазали или где-то что-то переделывали. Да, парковочные места, конечно, здесь в открытом доступе. Я понимаю, что их все равно мало, потому что квартир большое количество. И, как обычно, парковки нам, друзья, не хватает. Но в дальнейших проектах у застройщика будут наземные парковочные места. Ух ты, красота какая! Вот видите, кстати, вот ручка. На ней белый след. И вот на стене. Там утеплитель. Так положено по технологии делать на лестничных маршах. Лестничных клетках. Значит, здесь не хватает, конечно, доводчика. Окрашено специальной краской. Вот тут сделано все по-простому. Давайте поднимемся наверх, посмотрим, может быть здесь открыто. Эх, закрыто. Обратите внимание, тоже есть указатель. Нет плафона. Его просто сюда не поставили. Но здесь горит свет. Могли бы поставить датчик на движение. Была бы хорошая экономия, неплохая. Вот здесь, друзья, расстояние между домами еще больше. Потому что, смотрите, как здесь круто сделано. Вот по такой вымощенной дорожке. Можно пройти, погулять. Что-то я смотрю, здесь какая-то проблема с травой. Она почему-то сползла, либо ее сорвали. Настоящий камень, деревья. Да, вот видите, как-то непонятно. То ли это само все попадало, то ли, может быть, от того, что лазили, она сползла вниз. Здесь у нас ландшафтные друзья. Дизайн. Дворовой территории. Резиновое покрытие. Это практично и удобно. Смотрите, ничего себе как сделал прикольный застройщик. А зимой это горка. Да и летом тоже чего-нибудь покататься. А здесь просто огромные песочницы. Я такой песочницы еще не видел. Вот это, кстати, классная штука. Это эскаватор. Сюда садишься, им управляешь, и он копает. Декоративные деревянные элементы, по которым нужно вот так ходить. Прикольно. О, вот это классная качель. Вот дети это очень любят. Тут, конечно, не хватает по периметру деревьев. Вот одно есть, но это очень мало. Рискнуть с камерой, не рискнуть, как думаете? Ехать на трозанке. То, боюсь, вдруг улетит, переломая оборудование. Дорого стоит. Поехали. Опа. Ху-ху-ху. А, слушайте, не быстро едет. Но набирает скорость. О, страшно-то как. Спортивная площадка. Есть турники. И зона, где можно погулять со своей собакой. А вот это, друзья, все лес. Вот это, конечно, лично меня подкупает. Очень сильно подкупает. Вот видно, кстати, большое количество деревьев-то поспиливали. Смотрите, ливневочка, ничего себе. Слушайте, нормально тут водичка течет. Туда не пойдут, потому что здесь можно просто утонуть. Ну вот видите, пеньки. Пеньки, пеньки, пеньки. Свежие. То есть все это недавно поспиливали. Вот мы видим с вами монолитное перекрытие. О, вот так лучше. И видите, вот такой темно-серый внизу. Вот такое же должно быть сверху. Это гидроизоляция. Она препятствует попаданию влаги в кирпич. Кирпич у нас всегда пустотелый. Соответственно, за кирпичом там либо воздух, либо там утеплитель. И идет основная стена. Ну, как правило, это газоблок. Потому что это недорогой материал. Из него легко и просто делать. Фасад, кстати, вот с этим остеклением смотрится неплохо. Единственное, конечно, у меня вопрос. Надо было как-то более интересно, может, другого цвета покрасить перекрытие монолитное. И смотрелось бы это совсем по-другому. Вот видите, это класс D. Такое на данный момент жиле вообще запрещено проектировать и строить. Класс D это у нас старые дома советской постройки. Да, конечно, подкупает. Представьте, вы прямо смотрите на лес. Пять метров и уже, друзья, лес. Это, конечно, очень здорово. А вот здесь, видите, просто он голый бетон. Вот он, голый бетон. Так не должно быть. Уперся рюкзаком, друзья, в стенку фасадной дома. Вот лес. Да, мне нравится, здорово, конечно, сделано. Видите, здесь какая безбарьерная среда. То есть вот здесь приподнял немножечко коляску и заходишь в свою квартиру. Выгул собак запрещен. А где же он, друзья, разрешен? Пока, кстати, иду, думаю о том, что здесь намного круче, так скажу, нежели чем в том же Мурино. Вся эта территория рассчитана на 60-70 тысяч жителей. Детская площадка, аж три этажа. Вы представляете, вот ребенок полез наверх. Блин, вот это, конечно, классно. Застройщик, смотрите, как все сделал. Вот это все засыпано корой с еловых деревьев. Вот здесь грязище. Я представлю, когда проходит дождь, то здесь нужно ходить в болотных сапогах. Вот это у нас Юнтоловский проспект. Вы только посмотрите, и Пятерочка, и Норман, и Булочная, и Кофейни. Здесь все есть для комфортной жизни. И когда у тебя четыре этажа, в одном подъезде получается 40 квартир, 40 машин. И здесь, конечно, с парковкой лучше, чем во многих районах нашего города. Ох ты, песка-то сколько, да. Пылевые бури здесь тоже хороши. Добрый день, как вас зовут? Меня Аня зовут. Как долго вы здесь живете? Уже четвертый год. Как живется вам в Юнтолово? Слушайте, вы знаете, лучше даже, чем ожидалось. Слушайте, ну я вообще, в принципе, люблю Приморский район, люблю Курортный район. Потому что мне нравится доступность, доступность всего. То есть вы хотите сказать, что здесь нормально с выездом и заездом? Вообще отлично, прекрасно. Нет никаких проблем? Вообще нет никаких проблем. Слушайте, ну дома эконом-класса. Мы не делали какого-то мега суперского ремонта. Мы чуть-чуть его освежили. Ну да, 260, 250, 260, 256, по-моему, если быть точно. Низкие потолки, неровные стены, неровные стены, да, были? Да, да, это все. Но знаете, даже в жилье комфорт-класса неровные стены, которые нужно... Ну, идеально ровных стен я еще редко когда увидишь. Да, которые также нужно большие деньги выкладывать на ремонт, на выравнивание и так далее и тому подобное. Поэтому за эту стоимость... Муж видел зайца на парковке, такого большого прям... Ничего себе. Лоси постоянно бегают, лисы... Лоси? Лоси, да. Ну, лоси бегают вот там на выезде, очень часто их встречают, поэтому... Надо аккуратно ехать, я понял. Если на автомобиле, то осторожнее, да. Потом лисы бегают, ну, в общем, ну, правда и змеи тоже есть. А, змеи есть. Да. Какие, гадюки? Да, гадюки, да. Очень чистый. Чистый, вкусный. Холодно ли у вас зимой было в квартире? Вы знаете, первые три года, точнее, первые две зимы было прям шикарно. Мы держали все время на нуле. Качество воды как и оценивается? Качество воды. Можно ли пить воду из-под крана? Ну, мы пьем воду из фильтра, который краник дополнительный. Из-под крана, не знаю. В смысле, мы кипятим там, готовим на воде из-под крана, тоже не испытываем никаких калку. То есть, буцилированно не покупаете? Горячая вода, она горячая, либо она такая, или тёплая? Есть, есть, как-то, по-разному. Такие иногда бывают перепады. По вечерам, наверное, когда все приходят, это есть. А если вот общаетесь на площадке с другими мамами, кто дети ходят в садик, там переполнены группы или нет? Ну, там, по-моему, по 30 человек, если я не ошибаюсь. Ну, это немного. Ну, наверное, ну да. Ну, конечно же, ходят меньше всегда, это как бы как везде. Вот, все очень адекватные, все друг друга знают, все друг друга, там, помогают, там, празднуют Новый Год вместе. Знаете, как в старые добрые времена. Ну, потому что, да, получается, у тебя небольшое количество соседей, дома, они вот эти курятники по 25 этажей, соответственно, ты их всех уже знаешь. Да, именно так. Кстати, куда в магазин ходите ближайшие за продуктами? Ну, в наши. В пятерочках тоже здесь? Пятерочка, Дикси. А что еще здесь, кроме пятерочки, Дикси есть? Пятерочки, Дикси, какие-то есть частные магазинчики, там, маленькие, типа, фермы, там, какой-то, вот, там, дружба. Ну, такие маленькие частные магазинчики. С ребенком куда можно сходить, вот, кроме этого двора? Где еще гуляете, где какие-то развивашки есть? Всех дворах, но мы на автомобиле, и мы очень часто куда-то ездим. Как шумоизоляция в квартире? Мы, в общем, самые шумные соседи. Вы никого не слушаете, все слушают вас. Ну, судя по всему, да, но мы не мешаем. Мы мешаем только почему-то соседям сверху. Сверху? Да. То они вас слушают. Не знаю, да. Еще, кстати, очень классное здесь муниципальное образование, которое каждую неделю проводят какие-то мероприятия. Вот я лично сама посещаю мероприятия по фитнесу и растяжке, скандинавская ходьба в заказнике, бег. И все бесплатно? Все бесплатно. То есть, я так понимаю, если все подытожить, вам здесь очень нравится, и вы очень довольны, что приобрели именно здесь свою квартиру? Вы знаете, да, у нас небольшая, к сожалению, квартира, и нам сейчас нужно думать о расширении. И часто сказать, ну, как бы, мы пока, ну, нам очень сложно подобрать альтернативу. Ну, ну, понятное дело, что, как бы, квартиры дороже, конечно, было бы, ну, точнее, высшим классом было бы лучше, но вот если вот альтернативную, то нам, мы пока не понимаем, куда. В этом преимущество тоже то, что кат, выезд на кат, который тоже не загружен. Ну, это удобно, да, в любой район города можно доехать и сэкономить большое количество времени. У нас есть безлимитный транспондер, который вообще позволяет... Слушайте, очень классная, кстати, штука. Анна, большое вам спасибо, не буду больше отвлекать, я вижу там с интернерпцией, спасибо. Всего доброго, да. Конечно, пятиэтажные дома очень сильно подкупают небольшим количеством жильцов, и соседи, ты знаешь, в лицо. Детская площадка, забор, пять метров и юнтловский заказник. Давайте пройдемся в юнтловский заказник. Вот такой ручеек, красота, мост. Деревянные трапы. Вот видите, что здесь растет, какие есть птицы. Да, очень красиво, живописно. Но главное не ступить сейчас вот туда. Это настоящее болото. Вон у меня собака, смотрите, как засиделась в машине и просто пулей летит погулять. Здесь свежайший воздух и пение птиц. Это так расслабляет настоящие утки. Вас как зовут? Яна. Плюсы здесь хорошие, да, что можно с ребенком жить, гулять. Потому что когда здесь вот дорожка, она выходит в город. Где-то средним шагом, наверное, около часа. Когда зима, вот нету этой слякоти, мы гуляем здесь поблизости. Когда лето, туда вперед и до конца. Единственное минус, что поспать уже, допустим, или погулять, когда выходишь в город с ребенком и думаешь, господи, где тихое место. Сейчас строятся многоэтажные дома и очень жалко заказник, потому что когда здесь... Они, получается, срубают деревья, но они, кстати, немножко хотя бы оставляют. Потому что в первую очередь, я посмотрел, там вообще все под корень струбили. Но на самом деле не должно, по идее, было бы такого быть. Я сидел здесь уже больше двух лет. Много видов птиц редких. Занесено в Красную книгу? Да, здесь их вот куча скоречников. Каждый практически житель и школьники подкармливают их. А знаете, что мне застройщик сказал по поводу птиц? Что они дома построили вот таким, лестникой, для того, чтобы птицы, когда вылетают отсюда, чтобы в окна не врезались. Ну, бывает, птицы падают даже и вот в вытяжке. Да ладно, птицы... Ну, просто обычно в окна они не залетают. Нет, бывает. Они, может, строят там как-то гнезда и вот проваливаясь... А то все-таки... Я просто подумал, что это просто... У моей знакомой выпала ванну прям. Птицы выпали ванну. А, ну так они это там гнезда сделают. Ну, вот они через вытяжку вот это не выпали ванну. Ну, да-да-да, потому что там тепло идет, вентиляция. Ну, и, в общем, здесь, конечно, приезжают, жарят шашлыки, оставляют много мусора. Очень тоже неприятно. Ну, согласен, да. С каждым годом здесь все грязнее и грязнее. Но есть у нас такие бригады, собираются через группы. Жители сами собираются из-за этих... То есть кто-то, видимо, какой-то спонсор или кто-то приезжает и его, допустим, в прошлом году летом здесь несколько дней убирали в мусор. Ну, конечно, не весь мусор там дальше влез. Чем дальше влез, тем больше мусора. Тем больше мусора. Уважуй. Кто, наверное, здесь живет и уважает природу, это делает. И уважает своих соседей. Да, да. Здесь очень так... Пока не построились эти высотки, здесь и группы есть, и здесь так следят соседи за, в принципе, за порядком. То, что она расстраивается очень сильно. Лично мне не очень нравится. Ну, то, что строятся высотки, ну, да. Понятно, что будет больше людей. Здесь строчек сказал, что район рассчитан на 60-70 тысяч человек. Да, да, да. Это пара Санкт-Петербург. Плохо с медициной, нету врачей тут. Поликлиника у них есть в плане. Поликлиника в плане. Ну, дети-то сейчас. Дети сейчас есть, да. И приходится ездить на Черную речку далеко, в общем-то. Кстати, в садик можно попасть, который сейчас два садика открытых? Ну, сложно попасть тем, кто снимает, тем, кто не прописан. А так? Если зарегистрирован здесь, то можно попасть. Ну, тоже очередь большая, так скажем, да. Так, конечно, детишек много. Вон все подружка наша гуляет. С лопатой желтой. С лопатой, да. И в желтой куртке. Да, видите мы вот. Кстати, у вас это, лук. Мы же подружки, конечно. Тут все желтенькое, тут все желтенькое. А почему мама не в желтом? Мамы лук общий не поддерживают. И когда приезжаешь, у меня мама живет в Славянке. Ага. Приезжаешь, и там, ну, совершенно. То есть ты гуляешь вдоль машин. Со стороны детей хорошо, а со стороны, может быть, жизни какой-нибудь молодой пары, у которых там нет машины, или которые работают далеко у нас машины. Здесь, конечно, ну, проблематично. Сейчас, у тебя здесь тоже очень хорошо, но мне становится, как человеку любящему природу, становится жалко все это. Потому что многие относятся к этому не очень хорошо. Застройщик строит, потому что как пирожки расходятся все. Вот вы, кстати, живете. Что у вас с шумоизоляцией? Слышно ли соседи? Как вообще оцениваете жилье? Очень слышно. Очень слышно. Всех слышите. И слева, и справа, и снизу, и сверху. Там есть какие-то уголочки, где прямо можно до первого этажа услышать. Да уж. Если человек более-менее громко разговаривает в тихое время, или как сейчас гавкают собачки, маленькие, сутками напролет, то их слышно, как будто бы они живут у тебя дома. Но я думаю, что здесь каждая очередь имеет свой плюс и минус. То есть сейчас издали совсем недавно, там, конечно, отделка по интересу. Классная отделка, там можно жить сразу же, да. Там главное, что ванна, ванна, там плитка, отделка, кое-какой гарнитур и так далее. А в предыдущих очередях это просто побелка. Там был просто линолеум и... Побелка. Побелка, да, и бумажная обувь. Соответственно, плесень. Плесень? Плесень и мокнощие окна, да. А вот, допустим, Дарья живет уже в новой очереди, у них с окнами все в порядке и теплее. То есть не продувает, да? Ну да, у них теплее, чем у нас дома. Хотя они живут на первом, и мы на четвертом. В общем, если подытожить, получается только минус. Вы считаете то, что застраивают все, строят уже вот эти высотные дома, там 16 этажей? Ну, минус, да, потому что если, допустим, ты живешь в своей квартире, можно сделать и ремонт, и шумоизоляцию, тут это как бы дело житейское, да? Но застроить соседей ты не сможешь, которые кучами наедут, и это будут в основном, может быть, квартиры, которые сдаются. Чем больше сдающихся квартир, тем, сами понимаете. Сколько здесь до метро идти или ехать? Ехать где-то минут, в зависимости от пробок. Ну, если час пик, к примеру, взять. Ну, час пик, ну, минут сорок, наверное, ехать. Очень многие люди, кстати, летом ходят пешком. Да, мы тоже ходим пешком, потому что, во-первых, там красиво, там дальше река такая красивая, там даже купаются. Ну, это где-то минут сорок, если идти, вот так вот. Вот, и там выход в город, там и есть и торговый центр, и близко к Комендантскому проспекту. Ну, то есть, если как-то просто в город выйти, можно и пешком. Огромное вам спасибо. Да нет. Все рассказали, доступно, понятно, про плюсы и минусы. Да нет, за что. Все, хорошего вам дня, растите большие, не болейте. И в садик попасть в своем комплексе. Попасть, да, главное. Пока, пока, молодец. Пока жильцами разговаривал, кормили уток, собака прыгнула за утками, блин, прямо в трубу, еле поймал. Вообще так испугался, сердце у меня заколотилось, думаю, господи, сейчас собаку могу потерять, не дай бог у той. Но молодец, выплыла. Место для транспорта. Лифт. Лестничная площадка, слушайте, так все хорошо, тепло. И можно выйти во двор. Вот это, конечно, здорово. Газет накидали целую кучу для спама. Лифт. Вот видите, получается лифт зашел, нулевой этаж, и на первый можно подняться, это очень удобно. Подписывайтесь на канал и жмите пальцы вверх. Пошли, Эрис, в машину греться. Добрый день, вас как зовут? Здравствуйте, Светлана. Как опишите жизнь вот в этом жилом комплексе? Ну, мне нравится, во-первых, у меня собака, здесь много леса, где можно погулять. Моя уже скупалась сегодня, за водками прыгнула. Здесь хорошая, достаточно, на мой взгляд, экология, потому что зелени много, есть где побегать. На велосипеде можно доехать до Комендантского абсолютно легко, да? Ну, как раз через Паркутово. Да, через Инталовский заповедник. Сколько, кстати, ехать через заповедник на велике? Минут 10? Ну, нет, минут, наверное, 15-20. Ну, это если до вот этих новых комплексов, где нет, то минут, наверное, 15, да. А до Комендантского, до конца, где чистое небо, туда, наверное, минут 25. А что здесь не нравится вам, Светлана? Ну, летающие пакеты, да. Я, кстати, обратил внимание, вышли в мусор, выбросили в урну. Я думаю, вот, блин, правильный жилец. Вы даже не представляете по поводу вот этой всей истории с мусором. Просто элементарно по лесу ходишь, здесь же, так как, да, комплекс жилой. Сюда же едут не только, ходят местный шашлык пожарить, но и так же приезжают. Вы об этом хотите сказать? И я гуляю с собакой, естественно, да, это все пытаюсь как-то хоть что-то подсобирать. Но, причем здесь все в группах топят за то, чтобы экологию сохранить, чтобы завод здесь не строился. Но при всем при этом, они сами... Но при этом сами мусорят в лесу. Да, да. Поэтому... Ну, здесь такая, здесь деревня. Здесь есть своя группа. Деревня в городе. Друга обсуждают, да. А что обычно обсуждают? Кому Костя перемывает? Я вообще там не сижу, мне так рассказывают между делом. А то есть вы не в этой группе? Нет. Зачем читать то, что люди пишут? Вообще-то. Про собачников, про то, как... Да, ну, то, что за собой, наверное, не убирают. Ну, понятно. Ну, и так далее. Обычная жизнь большого... Да. Но плюсы, да, это вот, конечно, то, что здесь нет людей, достаточно так, ну, нелюдно. И если ты работаешь там в центре или где-нибудь, или часто, ну, все равно здесь отдыхаешь. Плюс, да, лес. Минусы. Ну, добираться пока что, конечно, неудобно. Здесь только машины есть. Куда неудобно добираться? Это без машины. Ну, до метро, да. Да. Мне сказали, что это ехать либо там 20, либо 40 минут, если это сейчас пик. Я даже через пик ехала 25. Всегда 25 минут до метро. Вот всегда. На общественном транспорте. Да, но здесь только маршрутки ходят. Это здесь вот, я не знаю, как бабушки с дедушками. Ну, да, вот там 210, да, если не ошибаюсь? 232, да. Все до Беговой, кто-то до Черноречки, кто-то до Комендантского. Как оцениваете вот качество квартиры, которую приобрели? Да, отвратительное. Отвратительное? Что криво, косо, все валится. Шумоизоляция. Ну, наверное, сейчас, в принципе, все у нас так строят. Кто-то чуть хуже, кто-то чуть лучше. Я, к примеру, от своего застройщика не слышу, соседи. Вообще никого не слышу. Кто у вас? Банава. Банава. Да, но тут не сравнить, конечно. Я считаю, как их номер один в Питере. Да, Гластроя. Причем, так как у них система шумоизоляции устроена, что меня не слышат или я не слышу тех, кто подо мной, те, кто по краям, то есть ниже этажом. То есть вы не слышите, кто снизу, но слышите, кто сверху, слева и справа, по бокам. Причем ниже этажом, не подо мной. Да, дети знаю, как. За стеной женщина, она болеет, и у нее приступы случаются. Ко мне ее дочка заходила и спрашивала, слышно ли, я не слышу. Она причем сразу за стенкой в спальне. Поэтому я не знаю. Мне соседи не слышны боковых. А вот которые внизу, у меня собака там периодически лает и слышно. За коммуналку дорого платите? Однокомнатная квартира 44 метра. Большая у вас квартира? 3000 рублей. Нет, немного. Качество воды приемлемое? Из-под крана можно ее пить или нет? Нет, конечно нет. А какие еще здесь есть минусы? О чем можно предупредить будущих покупателей? Здесь нет торговых центров. Здесь очень мало магазинов. Ну, это вот эти мелкие магазины, которые в коммерческие помещениях. Ну, то есть нет хорошего, ну, пятерочка и дикси, конечно. Зато с выездом хорошо в курортное направление. Да, здесь очень удобно, конечно. На кат можно сразу выехать. И до Комендантской здесь очень близко, кстати, на машине. Но вот я сейчас на каршеринге ехала от беговой реально минут 17 ехала. Что по ценам? Вот здесь дорого или нет здесь покупать квартиру? Сейчас очень цены выросли. Я думаю, что вы знаете. Но они везде выросли, причем космические. Это вообще не обоснованно, я не знаю. Вы знаете, да, что там дальше многоэтажки начинают строиться? И вот уже жители говорят, что это как раз огромный минус района, что будут высотные дома, огромное количество людей, они что вырубают лес. Ну, я тоже вот... Лес вырубают, это вообще отдельная история, да. Тут я познакомилась, тоже гуляли с собаками, но человек как-то связан с этой всей историей. В общем, кусок, который не должны были трогать лес. Сейчас они приравняли, что якобы вот этот кусок болеет. Ну, и в санитарных целях вырубили. Вырубают. В общем, такая вот история. Поэтому не знаю, что это дальше будет. Ну, мы же сами живем в России, здесь у нас все можно. К сожалению, да. Ну, да, да, не, вот это я согласен. Здесь вот грязно, большое количество я вижу песка. Это с зимы, видно, дворники посыпали. Там умершая трава, деревья. Ну, тут кустарник такой загубленный. Вот мне, например, здесь лично не хватает вот таких же деревьев, как они вот в самом заповеде. Вы зайдите по дворам погулять, я уже погулял, да. Не, ну, есть кто прям красиво делает, на эти цветы. Вот у меня соседка, например. А, ну, вот я, кстати, обратил внимание, что люди сами выходят, скапывают, там, видно, сажают, что вот полевые бури, здесь это кошмар, конечно. Летающие пакеты. Ой-ой-ой. А летом еще хуже, да? Слушайте, ну да. Есть кто действительно за собой убирает там. Причем, мне кажется, собачники, на которых все в основном ругаются. Они больше всех, чем все остальные. Если вообще подытожить, вам вообще нравится здесь жить или нет, или бы вы хотели переехать отсюда? Когда я год назад сюда приезжала, мне прям здесь очень нравилось. Сейчас я понимаю, что я подустала, конечно, в плане того, что вот я сейчас временно живу в центре. Мне центр тоже не нравится. Он в плане транспортной доступности более удобный. Ну, он хорош. А там дышать нечем. Это я согласен. Там деревьев вообще нет. Я не знаю, где у нас комендантский. Ну, там тоже застройка. Там тоже зелени нет никакой. Ленобласть? Ленобласть. А куда? Всеволожск. Здесь неплохо. Вот у меня подруга здесь давно живет. Уже много лет. Ну, сколько там. Почти самого вот как здесь застраивались. Только они вот в этом доме живут. Вот я к застройщику заходил, сказали, там и торговый комплекс будет. Там они и школы, и детские сады здесь построят. Ну, это понятно, со временем. Скола есть, садики есть. Торговый комплекс будет? Скорее всего, какая-нибудь там либо лента, либо какую-нибудь там еще гипер сюда сидит? Возможно, да. Я думаю, что сейчас, если посмотреть план застройки, тогда вообще скоро дойдет прям до лафта. Больше 430 гектаров. Это второй Санкт-Петербург. Огромнейшая территория. Все, большое вам спасибо. Там спасибо. Хорошего дня. До свидания. Как я обещал в конце ролика, расскажу, сколько здесь стоят квартиры. Одна комнатная квартира стоит от 3 миллионов 790 тысяч рублей. Друзья, это самая низкая цена с пропиской в Санкт-Петербурге. Дешевле, вернее, такая же цена и дешевле, это будет Ленинградская область. Теперь давайте подытожим. Сам проект достаточно интересный. Он просто грандиозный, потому что это более 430 гектаров в земле. Это просто огромнейшая территория, где школы предусмотрены, детские сады, поликлиника, торговый комплекс. Но это, друзья, будет все не сейчас, а через 2, может быть, 5 лет, когда будет больше застроено и, соответственно, будет больше людей, чтобы было экономически целесообразно это построить. Не зря же жильцы сетуют на то, что не хватает нормальных магазинов. Мне, например, подкупает то, что напротив домов прямо находится Юнтоловский заказник. Это реально очень круто. Это легкие города, легкие этого района. Но, естественно, как отметили жильцы этого района, они очень здоровы, что застройщик вырубает деревья, строит дома. Но мы, кстати, с вами видели то, что немножко их оставляют, и, конечно, это не может не радовать. Но хотелось бы больше зеленых насаждений, которых как раз, например, мне лично не хватает вот в этой первую очередь, где мы сейчас с вами находимся. Здесь, кроме кустарников и летающих пустых целлофановых пакетов, здесь нет деревьев. То есть, вот там одну елку я вижу, и вот это что-то, не знаю. Вот, наверное, кстати, елка, но она уже облезла, потому что зимой все засыпают солью и песком. Естественно, елки умирают, потому что они не могут жить в такой соленой почве. Но когда я слышу тишину, пение птиц и вижу лес, конечно, мне это нравится, и я хочу здесь, друзья, остаться. Если нужна помощь купить либо продать квартиру, друзья, обращайтесь. Мой номер появился внизу ваших экранов, а все мои контакты оставил в описании к этому ролику. Друзья, я был рад вас всех видеть. Обязательно поставьте лайк, не ставьте дизлайк, поделитесь ссылкой на этот ролик, оставьте комментарий. И я, как обычно, с вами не прощаюсь, а говорю, до скорой встречи. Замерзшая моя, замерзшая, капец какой, поплавала. Замерзшая моя, замерзшая, капец какой, поплавала. Субтитры сделал DimaTorzok